И так, ну что ж, ариарума и маленькие любители покушать. У микрофона как всегда, ваш покорный слуга Мамору, и мы начинаем проходить такую увлекательную игрушечку как The Elder Scrolls V. Скорим! В честь юбилейного выхода юбилейного издания я решаю начать прохождение по этой легендарной игрушечке. Это будет не ванильное прохождение, а с кучей модификаций, не мешающих погружению, а наоборот дополняющих его. Модификации нацелены в первую очередь на небольшой ребаланс уровней, а уже во вторую очередь на ребаланс боевой системы, системы магии, системы всех классов и перков, графики, ну и еще немного другого. И играю я, естественно, на самый последний на данный момент выхода версии Anniversary Edition, ну и со всеми соответствующими модификациями, подробнее с которыми мы будем знакомиться непосредственно по ходу самого прохождения. Благодаря модификациям, наши расы подверглись изменениям. И в том числе поэтому, и в том что я раньше так не делал, я решаю начать за расу Аргониан, которые имеют нехилые преимущества в воде. А на холоде, как я и люблю, будут очень сильно страдать. Ну а так как в большей части Скоримы все же холодно, наше приключение обещает быть очень увлекательным. И уже с самого начала нас ждет что-то необычное. А именно тот факт, что это необычная повозка, а мы необычный пленник. И мод на альтернативное начало дает нам право выбора, где, как и кем хотели бы мы начать это прохождение. Выбор же мой пал на не самое простое начало. В этом же варианте на нас напали грабители и думали, что они нас убили. Но к их сожалению, мы выжили. Выбрав этот вариант, я ложусь на кровать, и мы открываем глаза уже на этой самой разрушенной повозке. После настройки модификации под себя, уже наблюдаю изначальные изменения. Это потребность в еде, воде, сне и тепле, которые будут отображаться внизу справа и которые будут вносить новые геймплейные механики в прохождение, тем самым еще раз усложняя его. Как будто на легенде и так не хватало сложностей. Внимательно осмотревшись и прочитав Книженцию, я решаюсь с голым хвостом отправиться в Вайтран, в надежде, что хоть там я найду какое-нибудь оружие. По пути я встречаю путника с коровой для жертвоприношения Великану, и пока не обращаю на него никакого внимания. Ну а дальше по пути мне встречаются наши первые вражины, это волки, которые просто так не отстанут, и только благодаря заклинанию пламени я смог с ними справиться. Дойдя до конюшен Вайтрана, я встретил прохожих, которые болтали ни о чем, но все же смогли обсудить Цицерона, который перевозил мать ночи. К сожалению, повозка у него сломалась, а я же в свою очередь, поняв, что это прекрасная возможность заиметь немного септимов, с радостью решаюсь ему помочь. У этого квеста есть несколько развилок, но самое выгодное для меня помочь Цицерону, уговорив фермера сделать для Цицерона новое колесо. Даже с начальным навыком красноречия это у нас удается без труда, и в награду я получаю свои первые 500 септимов. Ну а после наш органианин наконец-то смог впервые покушать, благодаря где-то на дороге найденному хлебу, а также восполнить запасы жажды на ближайшие рычушки. Ну а после с почти полным животом отправиться прямиком в Вайтран, ведь дело близится к ночи, и необходимость где-то переночевать невероятно остра. Первым же делом я отправляюсь в таверну, где на вырученные деньги затарился немного едой, ну а также снял комнату у чердака, причем на все про все у меня ушло около 100 септимов. На утро же я решил немного заработать и поступить ровно так же, как говорила мне хозяйка, сходить и нарубить немножко дров, но из-за абсолютно нерентабельности этого дела я бросаю его. Ну а сразу после отправляюсь в ближайший магазин со всякими всячинами, где я покупаю себе первую походную палатку-спальник, в которой можно будет заночевать при длительных походах. После чего я отправляюсь к Адриане-Авенниче и кую себе первую броню из подручных материалов, то есть из кожи, купленный у нее же за последние деньги. Ну а также там по пути выполняю не самый интересный квест по обучению кузнечному делу. Заимев хорошую броню, я отправляюсь прямиком в местную таверну, чтобы узнать о слухах и заиметь себе несколько квестов. Не столько с целью заработка, а больше с целью найти каких-нибудь разбойников и отобрать у них броню, оружие и еще возможно немного прокачаться. Ну и на мое счастье, я получаю квест на убийство главаря бандитов неподалеку. И с чересчур довольной моськой бегу выполнять это на первый взгляд простое задание. По пути убиваю всяких ненужных грязевых крабов. Со своей же стороны пока еще не вижу все ожидающего меня подвоха, ведь я предполагал, что на легендарной сложности смогу развалить в одиночку всех ожидающих меня бандитов, и к тому же усиленных благодаря модификациям. Ну а по пути же к бандитам я натыкаюсь на логово великанов, и под шумок хочу их обокрасть, но к сожалению сундук оказался очень высокого уровня и просто так его не взломать, особенно без отмычек. Но я не расстраиваюсь и забрав хотя бы шкуру с туши соблезуба, улепетываю не дожидаясь отправки в космос. Подойдя же к пещере, где сидят наши бандиты, я вхожу в режим скрытности для тотальной подготовки и разведки территории. И сразу же врываюсь и начинаю палить огнем во всех, кого вижу. И сразу же отфатываю изматную известилину в виде отсутствия хоть маломальского урона и уношу оттуда ноги. Жду немного за шахтой и снова пытаюсь туда ворваться. На этот раз вылазка намного удачнее, ведь благодаря скрытности магии мне удается завалить одного разбойника, ведь еще и к тому же выбить с него супер шмот. В частности это двемерский лук, и уж не мне говорить о его значимости на самом начале игры. И знатно прифигев от моей удачи, я принимаюсь действовать самой лучшей тактикой, которую мог только придумать. Бей и беги. В пещере после убийства одного разбойника осталось еще два. Это главарь и какой-то ноунейм. Их убийство осложнялось тем, что они всегда ходили парой. Но благодаря ауе и атаке огнем, и только благодаря тому, что их здоровье не восстанавливается, мне потихоньку-помаленьку удается убить пешку главаря бандитов. А после и самого главаря, уже из лука и буквально бегая вокруг колонны. Но это я на самом деле так рассказываю, что это было все легко, хотя я на самом деле очень сильно объявил сохранение. Хотел бы конечно я пользоваться более колющим и режущим оружием, даже быть может щитом. Но из-за того, что на геймпаде нет возможности дожить, то есть уклоняться в сторону, от этой идеи мне пришлось быстро отказаться. Но спустя какое-то время я уверен, что умудрился пофиксить это недоразумение, и теперь боевая система работает как я хочу и даже на нестандартном способе управления на ПК, то есть через геймпад. После пещеры уже закаленный в боях наш Аргоша достиг третьего уровня, вкачав при этом ман, а очки пока что распределил в повышение урона от лука. И сразу после пещеры мы идем сдавать этот квест прямиком в Драконий предел, попутно успевая заглянуть к придворному магу и купить у него заклинание на те септимы, которые мы успешно отобрали у разбойников и заработали за этот квест. Я вот серьезно не понимаю эту логику, что если кто-то украл у кого-то, то он вор, а если ты украл деньги у вора, значит ты добропорядочный гражданин. У Фарингера я покупаю том заклинание по призыванию огненного отранаха и заклинание захвата душ, что позволит мне повысить доход, но воспользоваться им я смогу очень-очень позже. Но напоследок же я решаю скрафтить себе благодаря шкуре саблезуба, найденной ранее, рюкзак, увеличивающий размер барахла, который я смогу находить и продавать, зарабатывая капитал. Ну а пока что я думаю, мы будем потихонечку заканчивать эту серию. И если вам понравится и вы захотите продолжение, то я с удовольствием продолжу проходить эту увлекательную и всеми любимую игру. Ну а пока что на этом все. Всем удачи и я не прощаюсь. Ты же героем он слил, как-то раз он в Айтран ненадолго прибыл.